Всем привет! С вами Любовь Соболь и программа «Что случилось?». На этой неделе вы узнаете о том, как Маргарита Симоньян осуждает цензуру, о том, как МИД России приплетает Вторую мировую ко всему на свете, почему дерутся пенсионеры в Новосибирске и как Единая Россия признала фальсификацией электронного голосования. Пока мы не начали, я напомню, что продолжать мою деятельность помогаете мне вы. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео и становитесь спонсорами моего канала. Пока единороссы всеми силами борются с правдой, мы боремся за то, чтобы правда узнала как можно больше людей. Итак, начнем этот выпуск с новости про непреодолимую карму, которая рано или поздно настекает любого злодея. YouTube заблокировал каналы немецкой редакции Russia Today за фейки о коронавирусе. Напомню, Russia Today – это пропагандистское издание, которое получает от нашего государства миллиарды рублей на то, чтобы хвалить и популяризировать Путина в России и мире. А на деле их никто не смотрит, поэтому они накручивают просмотры на порно-сайтах. Ну и управляет всем этим безобразием Маргарита Симоньян, которая всегда очень рада, когда российское полицейское государство блокирует оппозиционные сайты и сама самоотверженно призывает блокировать соцсети. Но когда блокировки внезапно касаются ее, она сразу лицемерно вопит. У нас цензура запрещена Конституцией. Если вы цензурируете впрямую и блокируете вещания нашего телеканала, значит мы блокируем вас. Маргарита, если вам так не имется отказаться от чего-то зарубежного, то откажитесь от своего немецкого автопарка. Ну а в принципе на какой еще тачке должны ездить путинские пропагандисты, как не на кабриолете АМГ? На пассажирском Маргарита Симоньян за рулем Тигранки Осаян. Маргарита Симоньян назвала настоящей медийной войной, объявленным государством Германии, государству Россия. Тот факт, что ее каналы заблокировали за фейки о коронавирусе, и затем в дело сразу же вступил МИД России. Может хоть они заметят, что в России тоже существует наказание за фейки про коронавирус, и РТ поступила неправильно? Конечно нет. Да нет, конечно. Заявление МИД России в связи с удалением видеохостинга в YouTube без возможности восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов медиахолдинга РТ. Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга РТ подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. Какой стыд! Как жалко выглядят их попытки создать иллюзию того, что между странами идет какая-то война, и все пытаются Российшку одолеть. На самом деле, конечно же, никакой агрессии к России ни у какой стран нет. Есть агрессия только к преступникам у власти, против них всех санкций и блокировки, но они усиленно отождествляют себя со страной, чтобы потом жаловаться, что на страну напали. Единственные, кто может спасти весь мир и демократию, обеспечить порядок на земле, это Россия, это Государственная Дума. Дату реализации плана не хочется думать, что речь идет об инфобарбаросса. Видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации. Инфобарбаросса? Они там все с ума сошли? Может, еще предложите подписать Германии пакт инфомолотого Риббентропа? В этом тексте МИДа, конечно же, чувствуется перо мастера оскорблений уровня шестиклассника Марии Захаровой, которая недавно хихикала над тем, что пропаганда назвала журналистов дождя тупыми овцами. Наверняка инфобарбароссу тоже она придумала. Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В общем, МИД, конечно же, пригрозил ответными мерами и встал на защиту обиженных и ущемленных фейкометчиков из Russia Today. Но не только он. Совет по правам человека при президенте России с тревогой встретил новости об очередных ограничениях на доступ к информации. Права человека при президенте России – это уже звучит как анекдот. Но знаете, что самое интересное? Почти в то же самое время Минюст России включил ОВД-инфо, медиазону и зону права в реестры иностранных агентов. Но Совет по правам человека почему-то встретил эти новости без тревоги. Все нормально. Это не акт цензуры. Ведь актом цензуры считаются только действия против изданий, где хвалит Путина. В противном случае это акт добра и патриотизма. Валентина Матвиенко призвала Роскомнадзор занять абсолютно жесткую позицию в отношении Ютуб и заблокировки каналов немецкой редакции РТ. Вы недавно Гуглу угрожали уголовной ответственностью за отказ удалять умное голосование. Куда жестче. Но лишний миллион из воздуха Роскомнадзору никогда не помешает. Поэтому Роскомнадзор пригрозил Гугл штрафом в 1 миллион рублей за блокировку каналов РТ. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Ну а плавно перебраться к следующей рубрике нам поможет снова Маргарита Симоньян, которая с помощью своих историй о загнивающем Западе и великом Путине смогла нажить себе состояние. Например, говорю я им всегда, вы знаете, что в Великобритании зимой десятки тысяч пенсионеров замерзают насмерть в своих домах. Да, именно о таких проблемах миллиардеры-пропагандисты каждый вечер рассказывают россиянам, чтобы те лишний раз не вспоминали о том, что им не хватает денег даже на еду. Выросли цены на мясо. Цены на гречку в России выросли до десятилетнего максимума. Да, достаточно инфа Барбаросса. Мы переходим к нашей рубрике «Проблемы, о которых не скажут на Первом канале». В России резко подорожают самые популярные продукты среди пенсионеров. Выборы прошли, и бизнес больше не намерен сдерживать цены. К сожалению, единственные пенсионеры в России, которые не страдают после выборов, это члены Единой России, их родители, на которых записаны особняки. Правительство предложило поднять минимальный размер оплаты труда на целых 825 рублей. Невероятная щедрость. Теперь-то наверняка пенсионеры заживут, ни в чем себе не отказывая, и перестанут драться за просроченную еду из мусорных баков, как это недавно было в Новосибирске. Жаль, что нашим пенсионерам Маргарита Симоньян предпочитает новости про пенсионеров из Великобритании. Хотя нет, к сожалению, зажить в свое удовольствие нашим пенсионерам не позволят даже 825 рублей. Видите ли, в документе указано, что с 2020 года мрот должен вырасти на 6,4%. Но вот совпадение. Годовая инфляция в России превысила 7%. Это максимум за 5,5 лет. Совпадение? Да, совпадение. Интересно, что ранее правительство не поддержало законопроект ЛДПР об увеличении мрот до 20 тысяч рублей. Нам тогда на яхты не хватит, отметили в правительстве. Да и казачество надо поддержать в Ростовской области. Им там всего 8 миллиардиков не хватает на то, чтобы продолжать хлистать вас нагайками на митингах. Прямо реально драка. Нагайка пошла в ход. Кстати, о своих яхтах в правительстве отчитываться тоже не захотели. Также цены на жилье в России за пандемию выросли сильнее, чем за 2013-2019 годы. Как бы власти не утверждали, что наша экономика замечательно преодолела пандемию. Единая Россия, несмотря на все известные сложности в развитии странных период пандемии, сделанные заключаются в том, что мы прошли этот период гораздо эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. В правительстве обсуждают повышение коммунальных тарифов. А благосостояние россиян в 2020 году оказалось на уровне начала 2010-х годов. Надеюсь, Дмитрий Медведев счастлив. Ведь правительство все-таки смогло вернуть 2007-й. Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007-й год. Ну и, кстати, насчет Медведева. Знаете, какие проблемы волнуют его? Совсем не те, что волнуют россиян. Недавно он ненадолго вышел из пячки и поведал о своей наболевшей проблеме. Твиттер подсовывают ему Навального. У меня, например, в том же самом Твиттере довольно много подписчиков. Там около 4,5 миллионов. И когда я смотрел рекомендации Твиттера, на кого мне подписаться, естественно, первого человека, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Но разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство. Да, это слова бывшего президента страны и действующего председателя партии «Единая Россия». Вмешательство, инфобарбароссы – это все, что волнует этих людей. Правительство уже внесло в Государственную Думу проект бюджета на будущий год, в котором пустит под нож расходы на экономику, медицину и социальную поддержку россиян. В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан бюджет сэкономит 640 миллиардов рублей. И почти всю сумму правительство планирует направить на рекордность 2012 года увеличения финансирования силовых структур. Расходы по статье «Национальная безопасность» и «Правоохранительная деятельность» в бюджете 2022 года увеличиваются сразу на 17%, чего бюджет не видел с протестов на Болотной 10 лет назад. Ассигнования на национальную оборону растут на 129 миллиардов рублей, до 3 триллионов 510 миллиардов. А вот что граждан с экранов телевизоров издевательски заявляет Мишустин. В новый бюджет заложен рост благополучия россиян. Наш бюджет ориентирован именно на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами. Ну а тут обычно была рубрика про выборы. Но сейчас переименуем ее в рубрику «Выборы прошли, а мракобесы остались». В общем-то, все идет как обычно. Не успели единороссы занять в Думе большинство с помощью фальсификации на электронном голосовании, как пошли в дело их гениальные инициативы. В Госдуму внесли законопроект, отменяющий запрет губернаторам избираться больше, чем на два срока подряд. Его ввели в 2015 году, обнулив сроки назначенных до возвращения губернаторских выборов глав регионов. То есть сначала обнулили сроки, а потом сделали так, что должность стала бессрочной. Ничего не напоминает? Кстати, один из авторов инициативы – это глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес. По случайности, недавно ставший лауреатом премии профессор Года. Вот так профессор Года преподал нам урок, как низко может пасть человек ради коллекции часов. Про его коллекцию часов, кстати, рассказывал Навальный. Но ничего, Клишес не единственный, связан с наградой в этом выпуске. Расследование изданий «Беллинкэт», «Сиэнэн эндэйнсайдер» об отравлении Алексея Навального получила премию ЭМИ в категории новостей и документалистики за выдающийся расследовательский репортаж. Но то за рубежом. А у нас наградой за выдающийся расследовательский репортаж является обыски в доме у родителей расследователя. Как недавно было, когда к родителям основателя того же инсайдера, Романа Доброхотова, пришли с обыском полицейские. Но еще немного о хорошем. Сам Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы», которая вручается людям, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире. Интересно, получит ли какую-нибудь премию Маргариты Симоньян в этом году? Может быть, премию «Инфобарбаросса года»? Хотя нет, она просто, как обычно, получит премию от Путина в размере сотни миллиардов бюджетных рублей. Но вернемся к послевыборному мракобесию. Цирк происходит с иском партии КПРФ против электронного голосования. Юристы горкома КПРФ готовили документы в суд против дистанционного электронного голосования все время с момента окончания выборов. И вот, когда они уже должны были выходить и нести исковые заявления в суд, здание внезапно окружили полицейские и не выпускали людей. Загвоздка в том, что сроки подачи иска 10 дней с момента подведения итогов выборов. А раз итоги были подведены 19 сентября, последняя дата, когда можно было подать документы, была уже на следующий день. Как это вообще прикажете понимать? Это же чистосердечное признание властей в том, что электронное голосование сфальсифицировано. Ради замалчивания чего они отправляют своих цепных псов, чтобы мешать людям добиваться справедливости. Затем автора иска КПРФ против электронного голосования арестовали на 10 суток. Ну и на десерт. Еще одно подтверждение стабильности Путина, то есть вечного стояния страны на одном месте. Путин снова предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва. Того самого Володина, которого уже вторые выборы протаскивают фальсификациями, который построил в родном Саратове культ личности и хвастается там каждой новой детской площадкой, имея в Москве квартиру за 230 миллионов рублей, записанную на маму. Других спикеров Госдумы у них для нас нет. А это была Любовь Соболь и программа «Что случилось?». Ставьте ваши инфолайки и подписывайтесь, чтобы мой канал попал в рекомендацию Ютуба. И потом, когда Медведев зайдет на Ютуб, ему сразу порекомендуют подписаться на мой канал. Ну и становитесь спонсором, нажав на кнопку под роликом. И делитесь этим видео в соцсетях, чтобы я могла и дальше рассказывать, что случилось, и давить жуликов.